Ильич Дуйко, руководитель и основатель эзотерической школы и эзотерического направления Кайлас. Итак, сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы. Надеюсь, будет у нас интересный вебинар. Как всегда, хочу сказать, что вопросы не очень стандартные. Сейчас я проверю, видно или слышно. Сейчас, стой, стой. Раз, раз. Раз, раз. Все, все видно и все слышно. Чуть-чуть ниже надо. Камеру. О, вот так хорошо. Все, супер. Итак, сегодня я сделал публикацию в своей группе Дуйко, Кайлас и РТЕ. И в этой публикации я написал, приглашаю вас задать мне вопрос. Я отвечу на него в сегодняшнем вебинаре по эзотерике. Также я вижу ваши вопросы. Вот сейчас пишите вопросы в вебинарной комнате. Житиген Алтай, Лариса Синицкая. Также в вебинарной комнате эзотерической школы Кайлас. Итак, давайте начнем с вебинарной комнаты эзотерической школы Кайлас. Оксана, добрый вечер, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, операции удаления желчного или шумы помогут и какие? Не помогут и урсофальк вам тоже не поможет, к сожалению. Скорее всего, в вашем случае необходимо будет операция. Нужно попробовать вот что сделать. Нужно попробовать попить любую кислоту. Вот яблочный уксус. Можно на один стакан воды, одна столовая ложка меда и одна столовая ложка яблочного уксуса. И вот по чуть-чуть маленькими глотками в течение дня. Винный уксус, яблочный уксус, даже столовый. Можно попринимать и попробовать. Татьяна Миракина. Я покупаю акции, привязанные к доллару, УТЛ, токены. Правильно делаю? Нет, неправильно. Вы не сможете на этом заработать, к сожалению. Ну, а чтобы не потерять деньги, небольшие там проценты. Ну, небольшие, конечно, сможете. Но дело в том, что я знаком с этой системой всей. И вы не учитываете процессы потом обналичивания, процессы превращения денег из одной валюты в другую, зачисления на карты. Это все большие проценты. И в итоге все, что вы зарабатываете по чуть-чуть, это всего лишь визуальные цифры. На самом деле, как правило, это денег вам не принесет. Итак, Гульмира Бакирова. Как лечить в домашних условиях гипергидроз? Гипергидроз можно попробовать полечить постом однодневным, либо во вторник, либо в четверг. А также, по моему мнению, гипергидроз, как правило, связан с огромным выделением, забросом или выбросом соляной кислоты. Для того, чтобы ее аннулировать, необходимо принимать обычную соду. Каким образом ее принимать? Дело в том, что сода – это двууглекислый натрий, натрий HCO3, вот правильно, натрий HCO3, является солью натрия. Почему она может помогать устранять соляную кислоту? В тот момент, когда соляная кислота выделяется поджелудочной железой, в этот момент происходит естественное спазмирование сосудов, и в этот момент происходит гипергидроз, то есть сильнейшее потевание. В случае, если в этот момент выпить соды, одна чайная ложка на стакан теплой воды, не нужно ее заваривать, там холодной можно воды, но лучше теплой все равно. Если пить теплой, она быстрее вступает в реакцию, потому что теплые растворы, они вступают в реакцию более быстро, чем холодные растворы. И что будет производить в вашем желудке принятая вами сода? Ну, для этого нужны небольшие знания химии, насколько я помню, хотя не особый специалист в области химии, ну, насколько это возможно. Там ничего не связано с щелочью на самом деле, там просто соляная кислота, она объединяется с содой пищевой, и при реакции происходит выделение, насколько я помню, соли H-хлор, воды H2O и какой-то там атома водорода. То есть вот таким образом происходит влияние соды, она объединяется в виде формулы, объединяется с соляной кислотой, аннулируя вот такое агрессивное действие соляной кислоты, и в дальнейшем. Поэтому в случае, если когда-нибудь какой-нибудь медицинский работник скажет вам, что соду пить это опасно и так далее, в случае, если у вас есть гастрит, гастроэнтериальный рефлекс, связанный с повышением кислотности, то сода запросто может с этим справляться, это совершенно безопасно, не имеет значения пить ее горячее или холодное, от этого она никаким образом не изменяется, не меняет свою формулу химическую. Процесс расщепления соляной кислоты практически мгновенно происходит, пищевая сода нам не вредит, вода нам не вредит, водород в таком виде он усваивается, и в общем-то тоже нам не вредит. Таким образом можно сказать, что питье пищевой соды совершенно безопасно, это один из таких простых способов устранять в домашних условиях гипергидроз. Пожалуйста, используйте. Почему зубы нужно чистить содой? Если человек чистит зубы содой, аналогичный процесс происходит во рту, очень часто происходит закисление среды, это происходит за счет работы бактерии, это происходит за счет гастроэнтериального рефлюкса, очень часто человек может ощущать кислоту в своей ротовой полости, это приводит к разрушению эмали зубов, это может быть связано с недостаточно хорошо работающим клапаном, помпой из желудка в пищевод, что может приводить к появлению кислотности в пищеводе, что проникает к нам в рот, этим всем регулирует нейрогуморальная система, и это все связано с нашими стрессами, реакциями, гормонами, нервами и так далее. Ну вот самый простой способ, это в момент того, когда у вас гипергидроз, в этот момент выпивать небольшое количество соды, можно ее выпивать один, два или даже три раза в день, не обязательно в большом количестве, это может быть просто несколько глотков. Простой способ, дешевый, тем не менее очень эффективный. Вера Кериньясова. Добрый день, уважаемый Андрей Андрей. Вчера мой муж шел по улице и вдруг почувствовал, как его что-то тюкает по голове. Ух ты ж. Потом увидел, что от него отлетает большущая ворона. Что это могло означать? Она о чем-то его предупредила. Спасибо большое. Ворона всегда сидит на плече у Одина. Один – это тот, кто заключает договора. И считается, что если ворона каким-то образом намекает что-то, кричит перед человеком или там стукает как-то, то это либо нужно отдать долг, либо заключить договор, либо ответить за обещание, либо это говорит о том, что наоборот, кто-то вернет деньги или назначат на какую-то должность, либо от него ждут какого-то решения, которое он обещал. Вот таким образом. В целом именно это и обозначает. Да, это действительно примета. Самая плохая примета – это если бы ворона ударилась в окно или ударилась в какое-нибудь там помещение или здание, и упала бы перед вашими ногами мертвой. Вот это плохая примета. А в основном такие приметы не страшны. Аня Борисова. Добрый день, уважаемый Андрей Андреевич. Я надеюсь, что перевод Google переводчик точен, и вы сможете правильно понять мой вопрос. Нужно было писать на вашем языке, а я могу переводить. Я ваша ученица, у меня три ступени 2018, но сейчас практикую вторую, новую 2018. Прошла вместе проектор Вуду, Садхану, у меня Сангая. И с вами прошла Сангая 73, 74, 75. Супер. Потом практиковала каждый день без субботы, в воскресенье практиковала один за другим. Упертый человек. Теперь буду участок Сангая 76, 77. Скажите мне, должна ли я прекратить практиковать Сангая 73, 74 и 75? Начать практиковать только новые 76, 77? Или нужно чередовать их всем? Вот завтра я буду проводить Сангая. Вы эти Сангая вместе со мной пройдите и после этого сделайте один месяц перерыв. Просто ничего не делайте. Можете из завтрашнего Сангая выбрать какое-нибудь заклинание, завтра их дам, там, 40 штук, и использовать одно какое-то, которое вам подходит. Не нужно каждый день читать или проводить вот такие Сангая. Это очень источает психическую деятельность. Я практикую, но мои результаты минимальны. Стараюсь следить за всем, что вы говорите о философии, психиэнергии и доброте. Скажите, пожалуйста, что блокирует приток денег ко мне? Может, я где-то ошибаюсь. Если я ошибаюсь, то как мне исправить свою ошибку? Заранее спасибо. Ответ мой есть. Дело в том, что... Я уже говорил это, но дело в том, что... Мир устроен по принципу эмоций. То есть человек эмоционирует, даже не эмоции, а чувств. Человек создает чувства, и вот какие чувства он создает, те чувства в его жизни и создают в дальнейшем его жизнь. Именно поэтому очень важно знать два таких нюанса или два таких принципа привлечения в свою жизнь материального благополучия. Первый принцип. Начать произносить себе слова. Пусть это для вас будет техникой номер один. Каждый день начинайте произносить слова себе. Мне нравится там... Вот вы утром просыпаетесь и начинайте говорить. Мне нравится подоконник, мне нравится стена, мне нравится рука, мне нравится нога, мне нравится, как я ем, мне нравится это, мне нравится это. Говорите с учетом того, чтобы сказать на протяжении дня не менее 300 раз, то есть три круга четок. Но делайте так, чтобы каждое слово «мне нравится» соответствовало действительному чувству, которое вы транслируете. Таким образом будет накапливаться некое душевное или духовное тепло. Оно как магнит в дальнейшем притягивает в нашу жизнь людей, которые хотят для нас сделать что-то такое, чтобы нам это понравилось. Как правило, это связано с материальным благополучием. Второе. Человек живет очень часто, и у него есть определенная карма. Это огромный вагон такой, знаете, это карма родителей, карма этого человека, карма рода. Это могли быть обещания, которые вы дали, обман, который вы дали. Могли кому-то благодарить, и кто-то отобрал. Это могут быть какие-то порчи, страдания и так далее. То есть это могли быть влияния и так далее. Ну и справиться с этим обычному человеку никак невозможно. И обычно человека это тянет, и человек не может вырваться из вот таких, как правило, каких-то вещей. И они могут очень влиять на него, и он может из-за них не зарабатывать. Обычно это решается путем, и я этот путь обычно называю стенами. Какой самый простой путь стенами? Посвящайте 1 или 2-х дневный голод, голодовку, можно с водичкой, тому, чтобы в скором времени заработать деньги. То есть отдайте долг. Так как говорите, что сегодня голод я посвящаю тому, чтобы отдать все свои долги кармические за всех. И в дальнейшем посвящаю это своему материальному благополучию. Стенанием могут быть также спорт. Я обычно занимаюсь спортом, очень активно занимаюсь спортом, всегда это посвящаю чему-нибудь. То есть я обычно говорю, посвящаю сегодняшние занятия спортом, материальному благополучию. Пусть мой бизнес развивается, пусть он цветет. И после этого там на арбитреке или со штангой, или там очень сильно стараюсь там заниматься. Есть третий вариант. Я занимаюсь йогой. Мне от того, что больно становится, когда я занимаюсь йогой, не могу расслабиться. Ей это тоже чему-либо. Одним словом, любую боль, любые стенания, напряжение, истощение, все это можно начать приседать, пока не вспотеть и пока не будет тяжело. Можно на гвоздях стоять. То есть любые стенания, которые заставляют человека страдать, фактически отдают тем духам, которые требуют, чтобы человек не был богатым из-за какого-то долга, ваш долг. И они на самом деле не хотят ваших денег. Они готовы их отдать, если вы отдадите им боль. Вот эту боль и мы посвятите. Таким образом, любая боль, которая у вас появляется, посвящайте духам или посвящайте тем, кто у вас хочет эту боль забрать. И скажите, я отдаю вам боль, те, кто хочет от меня боли. А взамен я прошу вас сделать меня более богатой, успешной, здоровой, еще какой-то. Надеюсь, ответил. Вообще говорить о материальном сейчас, ну, можно бесконечно. Очень много есть таких нюансов, но ваш вот конкретно и находится, скорее всего, здесь. Лариса. Доброго дня на золотых чителю життя. Підскажите, будь ласка, чем мне лучше заниматься, чтобы заработать, чтобы отримать лучшие доходы. Сделайте, спасибо, мир и радостью. Вам все хорошо, вам дуже гарно все будет. У вас все будет хорошо получаться, если это будет связано со стройкой, с краской, штукатуркой. По краской волос, может быть, дальше специальность такая, которая связана с рисованием, с покраской волос, может быть, там с ремонтом чего-либо. Или даже изготовление тортов. Одним словом, там, где есть цвета, с цветами, то есть все, что связано с печатью, все, где есть краска, у вас будет хорошо получаться. Лариса Джин Валюк. Здравствуйте, спасибо огромное за труд. Хотел спросить, мой любимый мужчина Рафаэль скоро будет жить со мной? Буду ли я счастлива с ним? С нетерпением жду завтра с НГА. Будет жить с Рафаэлем? Будете, будете счастливы? Будете счастливы, да. Жоргиса Вилзоне. Андре Андреис, Пал Диес, Джамс. Спасибо за возможность спросить о том, что меня сейчас волнует. Месяц назад я заметила шишку на правой груди, которая теперь стала больше. Рак и закупорка лимфоузла. Да, у вас онкология второй степени. Проблемы с лимфатическим отказом у ног до колен. Жить, хотелось бы еще жить. Никаким образом, ничем не избавитесь. Нужно пройти курс химиотерапии, гормональной терапии и узел вырезать. Вот я вам говорю, вы 100% будете еще жить, если сделаете, как я вам говорю. Лучше жить без груди, чем умереть с грудью. Поэтому обязательно делайте, вот как я вам говорю. У вас идет то, что вы будете жить. Просто сражайтесь. Ольга Ольга, здрасте, обучаюсь на курсах СММ-маркетинга. Скажите, получится ли у меня хорошо зарабатывать в этой сфере? Получится больше смелости, Оля, а то вы совсем не смелый человек. Оксана Конченко. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, можно ли еще год пастись 9-й день? Можно до конца своей жизни паститься каждый 9-й день? Это метод, который делает человека вечным. Если вы будете паститься каждый 9-й день своей жизни, то вы проживете в 900 раз больше, чем каждый человек, живущий на планете Земля. Но сделать это сложно. Кстати, завтра буду паститься целый день, ничего не буду кушать. Тоже 9-й день соблюдаю. Лариса Ильюшка. Столько лет, года три, пытаюсь задать вопрос, не выходила. Восторгаюсь, удивляюсь. Неужели вы и правда слышите, что я с вами разговариваю? Только на этот вопрос не нашла ответ. Ну что ж такое? На ваших вебинарах, которые мне попадались, Соня 16 после еды икота. Она очень страдает. Это было слышно в животе и у мам. Икота – это всегда высокая кислотность. И это всегда рост глюкозы. То есть, когда человек икнул в этот момент, его глюкоза очень поднялась. И есть два варианта. Это либо вырос инсулин, либо увеличилась глюкоза. Для того, чтобы убрать икоту, нужно сразу же выпить большой стакан воды. Желательно, чем холоднее, тем лучше. Холодной воды. И тогда, также, если икота частая, то тогда необходимо обратить внимание на поджелудочную железу и обратить внимание на желудок ребенка. Посмотреть, нет ли плохого запаха изо рта, не развивается ли галитоз, не появляется ли гастродуаденальное заболевание. Одним словом, пройти исследование у гастроэнтеролога. Ну, в целом, водичкой можно вылечить. Людмила Коваль, шановный учитель, скажите, пожалуйста, защиту АМХРИ, что АМХРИ? Можно ставить на торговый киоск на дитину, брата и себе одночасно? Одночасно нет. Нужно каждого индивидуально. То есть АМХРД, я на МАКОМ, КЛИМШРАЙС, сначала на себя, потом на брата, потом на киоск, потом так не получится. На всех сразу нет. А если в голове и души постойно хочу пройти платный ступень, а в жизни не дается даже купить, есть за что, а начать не могу. Что делать? Но если есть за что купить, то нужно купить, а если уже купили, то себя нужно будет заставлять. Ну, не понял вопрос. Простите, конечно. Наверное, мы на разном уровне. Наталья Остапенко. Вот представьте, перед вами находится... Вот очень часто человек приходит в эзотерику, и говорит, я хочу изменить свою судьбу. Я говорю, начинай. И человек говорит, ну, ваш ступень очень дорого стоит. Ну, а я говорю, скажи мне, ну, ты готов в своей жизни изменить на 100% свою жизнь? Человек говорит, да, мне не все в моей жизни нравится. Отлично. Сколько ты готов за это заплатить? Ну, а вдруг не получится, нет? Ну, давай, вдруг не получится, не пойдет. Но сколько ты готов заплатить за то, чтобы изменить на 100% твою жизнь в лучшую сторону? Но почему вы считаете, что это будет работать. Я считаю, что будет работать, потому что я обучаю одной лишь идее. Я обучаю человека идее быть везучим. Я считаю это ключевой идеей своей эзотерической школы. То есть я рассмотрел человека, который не везучий, посмотрел, чем он отличается от везучего человека и понял, что я могу научить человека везение. Ты хочешь быть везучим? Да. Сколько готов заплатить? Ну, знаете, чем отличаются люди? Одним везет, другим не везет. Вот эзотерика, ни один математик, химик, физик, ядерщик, ни один медицинский работник, никто никогда в жизни не скажет, почему человеку одному везет, а почему другому не везет. Но это же есть. Но и кто-то скажет, да это совпадение. А я знаю таких людей, которым тотально везет. Как можно это объяснить? Это можно объяснить только с позиции эзотерики, а не везет и как с этим бороться. Как это объяснить? У меня был такой знакомый, который два раза в год ногу ломал, который постоянно разбивал машины, потом перестал ездить, потом постоянно давился, если ездил на лыжи, постоянно разбивался, если покупал еду, обязательно ему просроченное доставалось. Ну и у него, он когда-то сделал операцию, мы удалили желчный пузырь и произошло тяжелое осложнение, потом ему лечили перитонит, потом когда перитонит вылечили, у него начался сепсис, еле спасли. То есть я могу сказать, что ему не везло, если ему зубы лечили, то обязательно все очень плохо, все выпадало и так далее. Его звали Юра. Он умер, он напился на Новый год и умер от воспаления леда. И вот ему не везло тотально. Я ему говорил, тебе не везет, как ты живешь, слушай, как так получается. И вот это можно рассмотреть. Сколько человек готов заплатить за свое введение? Или жить всю жизнь так, чтобы не везло, или жить, чтобы везло. И человек говорит, у меня есть возможность, я хочу купить, но не знаю, как себя заставить проходить. Так, а что там проходить? Хотите быть везучим, пройдите и будьте. Используйте и наслаждайтесь. Наталья Остапенко. Спасибо за помощь и советы. Найдет ли дочка Эрика Остапенко работу по специальности после окончания учебного заведения? Где искать? Где искать, не знаю, но скорее всего найдет. Оле Людмила Минкова. Спасибо большое, добро, которое делитесь с вами. Живу в Беларуси, ученица школы. Да, может без проблем оплачивать ваши курсы. Жители Беларуси уже в конце следующего года. Жители России нет. Виктория Ольховская. Скажите, пожалуйста, устроимся ли мы в новой стране? Есть много трудностей и вопросов, бежали с семьей в один конец и Донецка. Да, устроитесь их, все будет хорошо. Людмила Верещагина, скажите, пожалуйста, какого цвета лучше купить чемодан в дальнюю дорогу? Самые невидимые чемоданы зеленые. Их никто никогда не ворует. Их вообще никто никогда не трогает. Орех и яблоко в кармане. Орех не нужно, а яблоко, да. Спасибо вам за совет. Они дорогого стоят. Спасибо. Валерия, Валерия, скажите, мы с МЧ будем жить в его доме, да, вместе со свекровью. Да. Или будем в отдельном. Нет, сначала будете жить вместе. Стоит ли обустраиваться в его доме уже сейчас или лучше подождать и пытаться снимать жилье в городе? Вообще он будет хотеть, чтобы вы жили вместе. У вас даже такой опыт появится. Но я вам серьезно говорю, ищите прямо с первого момента возможности переехать и жить отдельно. Начинайте полноценную молодую жизнь с вашим МЧ, где вы будете полноценной хозяйкой своего полноценного даже съемного жилья. С этого начинается счастье и радость. А там будет бабушка ходить, будет там вечно кривиться. Не так смотришь, не так дышишь. Ему будет шпыркать. Как ты с ней живешь, он над кибетом не так дует, не так взует. Диана Назарова. Андрей Андреевич, когда читаю мантры от колдовства для очищения своих близких, нужно ли запечатывать себя и брать их в круг? Как вы учили в обрядовой магии. Или не надо? Надо всегда. Какие эффективные мантры от колдовства вы советуете, кроме мантры Ханумана? Мантру Чигима можно читать своим близким? Сдеваетесь? Конечно. Вот все, что даю, можете все подряд читать. Мантра трехглазого Шивы может вызвать привыкание? Нет, не может. Мантра трехглазого Шивы – это мантра, которая переворачивает человека и делает тех духов, которые из астрала проявились в нем, загоняют обратно этих духов, как бы, подселения в мир астрала, так, чтобы человек не мучился. Александр Гордиенко. Спасибо большое за все, что делаете. Мир, счастье, благополучие. А мы поехали с оккупации, прожили пять месяцев в Запорожье и хотим ехать за границу. Все у нас сложится благополучно. Все сложится благополучно. А наша квартира и квартиры наших детей, имущество уцелеет – да. Нам будет куда возвращаться – да. А главное, выживем мы и соберемся все вместе с детьми и внуками после победы – да. С огромным… Уже в конце следующего года. Все в порядке будет. Татьяна Горобец. Приедет ли мой сын жить в Украину? Заранее спасибо. Скорее всего, не захочет. Алла Павленко. Пискажите, пожалуйста, дочка ездит на машине. Коды еще була, я впевнен, что все будет хорошо в дорозе. Ну, вы готовы, чтобы я сейчас коды вам давал? Что с вами? Найдите мой сайт. Он называется duyго.гуру. И напишите там талисман для вождения автомобиля безопасного. Также есть талисманы на моем сайте duyго.маркет. Это талисманы для безопасного вождения и так далее. Коды нет. Светлана Рыхтик. Спасибо большое, что вы есть и всегда даете возможность прикасаться к вашим бесценным знаниям. Скажите, можно ли читать на сына защитные мантры? Если да, то какие правильно? А что вы хотите, чтобы я сейчас вам мантры дал или коды? Что вы хотите от меня, Света? Что вы хотите? Защитные мантры. Ставьте ему ритуальную защиту. Запоминайте. Хотите, читайте такую мантру. Шива шакти юг то яги пагавати шакти прабхавитумным чедавам деуну к халуку. Салах спандитума пиата сквамаратхям ханхаравинча дрипхерапить. Или можете чигимо для него как защитную почитать. Чигимо хитихити харапаца ватхае мураца. И тут такой вопрос, что запомнили. То есть зачем, о чем вы спрашиваете? Защитные мантры, то какие правильно? Вот. Вам эта информация нужна была? Милые мои. Наталья Хитревская. Щеро дякую за вашу допомогу. Порады для нас. Я вам хочу вот что. Я фактически вам не дал совета, а желание дать совет есть. Не надо мантры никакие. Складывайте ручки и говорите каждое утро. Представляйте вашего ребенка маленьким. Как будто вы его обнимаете. Говорите, мой любимый сыночек. Сердце мамина защищает тебя. Оно защищает тебя от любого зла. Пусть каждая дверь перед тобой откроется. Пусть все женщины к тебе хорошо относятся. Пусть мужчины к тебе хорошо относятся. Пусть на работе хорошо относятся. Пусть будешь здоровеньким. Пусть ножки будут целые. Пусть животик будет целенький. Пусть ротик будет целенький. Пусть ручки будут целенькие. Пусть ножки будут целенькие. Головка целенькая. Пусть друзья будут только хорошие. Пусть там... И вот желайте. Это называется вымаливание. Для хорошей судьбы. Подскажите, что эзотеристки означает, когда каждую ночь просыпаюсь 4 часа или другие ночи через каждые 40 минут, просыпаюсь уставшей и разбитой. Это у вас съехали циркадные ритмы. Вообще совет такой, купите препарат, называется мелатонин и л-триптофан. Ложитесь в 10 часов вечера в кровать, откладывайте телефон, не ковыряйтесь в нем. Выпивайте 2 таблетки мелатонина, 2 таблетки триптофана и засыпайте. В 2 дня проснетесь 4 часа и после этого начнете хорошо спать. Правда просыпаться будете там часов 7-8. Почему человек 4 часа просыпается? Человек 4 часа просыпается, а именно с 3 до 4 это легочные заболевания, а с 4 до 5 это почечные, легочные, сердечные. Правильно, сердечные. Поэтому это говорит о том, что вас будят для того, чтобы не произошла остановка дыхания. Что необходимо попринимать? Витамин В6, кальций и витамин В3. Начнете припить кальций, магний В6 и витамин В3, попринимаете 1-2 недели и перестанете по ночам просыпаться. Елена Штейман. Я ленивая ученица, но все-таки, но не парюсь. Это важно. У меня следующий вопрос. Стоит ли оформлять официальное отношение с мужчиной, если штамп паспорта меня не интересует? Он более 15 лет все время предлагает. Ой, таки, если хочет. Он же еврей, я так понял. А если еврей хочет, то надо дать ему, знаете, а то же ему не имется. Ну, хочет, сделайте ему, слушайте. Если он хочет, надо соглашаться. Только пусть штамп, значит, штамп пошел. Если хочет. Знаете, у евреев пунктик есть такой. Поэтому, если он хочет, то надо дать. Это же он будет страдать. Он же там приходит в синагогу, и муравьин говорит, что до сих пор еще не женат. В твоем-то возрасте. Он, да, ну, с ума сошел. Ну-ка, давай. Знаете, как у них называют ходуны или топтуны, я уже не помню это слово. И вот говорят, ну, что ж такое, что... А она вот, если не жива, она не хочет. Ну, так нельзя. Это как бы не религиозно. Надежда Голубева. Ну, надеюсь, ответ дал. Итак, ответ. Надо ж там. Надо. Надежда Голубева. Как вы меня смотрите вообще? Как вы меня смотрите? Ну, вы прям сильные люди. Почему тяжело снимать информацию о себе и своих детей? Ответ. Потому что вы очень переживаете. Мои дети в квотню выехали в США, штат Вашингтон. Они хотят оставаться. А мне бы хотелось, чтобы они вернулись. Но они оставаться или вернутся? Залишутся, діти. А вам хочется, чтобы они вернулись. Ну, хай они выбирают. А что вам? Вам хочется им жить. А ваше життя уже и так. Хай вас заберут туда. Так будете в штаті Вашингтон. Там гарно. Леса. Така ж погода, как у нас. Только холоднее. Дуже гарно. Недорого. Не знаю, как недвижимость на украинском. Вера Ковтун. Недорого. 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 Вера Ковтун. Уважаемый Андреевич, хочу задать вопрос. Как служится судьба моего сына Славика? Ему 31 год. Не хочет обращения ни с кем из нас. Аннулировал все телефоны. Делаю в эмали. Все. Помиритесь. Все будет хорошо. Подождите. Год и два месяца. Полтора года. Начнет вновь общаться. Василий Хрустаев. Бывшая супруга пугает меня, что подала документы на лишение меня права. Отцовство. Так ли это подала? Нет. Не подала. Ничего не бойтесь. Права у вас никто не отберет. Права у мужчин у нас не забирает. Самира Мамадова. Послушайте. Вы не о том думайте. Вы не думайте о том, что у вас кто-то права забирает. А думайте о том, что вы дадите вашему ребенку, когда ему будет 20 лет. Вырастет ваш 20-летний ребенок и вам нужно будет ему купить квартиру. А есть права? Нет. Прав. Это уже не важно. Если вы не занимаетесь воспитанием своего ребенка, то поставьте себе задачу собрать деньги для того, чтобы потом устроить этому ребенку судьбу. Как бы выплату ему сделать. Квартиру купить или дать деньги. Или еще что сделать. Вот об этом думайте. Самира Мамадова. Моя мама Зоя сможет прилететь из Баку в Швецию ко мне на следующий год? Да. Стоит это делать? Обязательно. Юрия Мартынова. Подскажите, пожалуйста, как во время занятий спортом, в частности пробежек катания на велосипеде в огороде, а в городе и на природе, защищаться от нападения собак, которые выгуливают везде и всюду без поводков на Мордникова? Они постоянно бросаются на бегунов? Никак. Бывает, бежишь или едешь, а сзади летит животное и пытается цапнуть тебя и подругу. Есть такие штуки, называется электронный отпугиватель собак. Я видел такой. Собака слышит и не подбегает. Может быть, насчет этого защитные мантры. Нужно произносить ч-ч-ч-ч. Слов чи отпугивает собак. А также некоторые хозяева, как правило, могут абсолютно спокойно смотреть, как любим. Да, так и есть. Культуры нет. Попробуй культурно возмутиться. Если собака может жить с человеком, как собака с собакой или как собака с человеком, как человек с человеком. Вот дома собака живет, как человек с человеком. И это инская сторона. И есть янская сторона. А на улице живущая с человеком, как человек собака, человек в отместку начинает жить, как собака с собакой. Поэтому, если дома в кровати спят, с одной тарелки едят, то на улице вместе гавкают и вместе кидаются. Нормальный процесс это как бы дополняет полностью гармонированные отношения. А когда в таких случаях вызываешь полицию, быстро цепляют ошейник и скрываются. А что ж такое? Хотя ты даже никакого вреда им не причинишь. Что делать? В таких крайне неприятных случаях, которые происходят почти каждый день практически по улицам, ни утром, ни вечером, негде пробежаться с пользой для здоровья. Ни поддержанием обязательно высокой физической формы для моей работы. Иначе хоть заниматься спортом бросай. К сожалению, уже даже невозможно найти собакобезопасный маршрут. Согласен. Да еще и подобная агрессия собаку, уровень культуры, воспитания их владельцев, настроение на целый день может испортить. Есть очень хорошая штука. Она называется беговая дорожка. Берете беговую дорожку, ставите и нет ни у вас никаких собак перед телевизором. Только один нюанс. Беговая дорожка должна быть дорогой. Я очень долго не любил беговую дорожку. И потом друг ко мне пришел и говорит, сколько стоит твоя беговая дорожка? Я говорю, ну, он говорит, нет-нет, купи вот такую. И потом, когда я купил нормальную беговую дорожку, на которой приятно бежать, как на улице, то после этого было приятно бежать и он научил меня бежать. Дома можно точно так же бежать, как на улице. Зачем так себя замучивать? Если на улице вы не перевоспитаете, все время будет находиться такой человек, у которого будут вот эти проблемы. Ищите какие-то, ищите инструкции какие-то. Есть, скорее всего, там отпугиватели звуковые. Есть отпугиватели нюховые какие-то. Есть отпугиватели электрические. Я знаю, собаки боятся, когда тарахтит там электрическим током. Вот, допустим, не обязательно собак убить. Можно ехать, брать эту палку, нажимать, она будет создавать эти искры. Собаки будут бояться подходить. То есть, я даже сейчас посмотрю. Так и введу. Отпугиватели для собак. Ого! Слушайте, их очень много. Мощный ультразвуковой отпугиватель защиты от собак с фонариком. Одевайте на шею и все. Ультразвуковой стационарный антилайт для собак. Видляковый собак с антизахоплением талехтар. Отпугиватель собак репеллер. Универсальный отпугиватель для собак. Отпугиватель для собак и кошек. Отпугиватель, ну это, есть трещащие, есть ультразвуковые, какие хочешь. Есть даже видео такое. Человек едет на машине, на велосипеде, бежит собака, он нажимает и все. И итог такой, отпугивает. Дальше есть топ-5 лучший ультразвуковой отпугиватель для собак. Ну, по-моему, вы смеетесь надо мной. То есть вы не хотите купить отпугиватель для собак, при этом уже заставляете меня искать для вас информацию. Ай-яй-яй. Елена Рудавка, подскажи, пожалуйста, действенный эзотерийский способ от воров. Закрытый участок в центре города, кругом соседей. У нас огород и хозпостройки. Опять начали лазить воры. Пока замки не спилились, но это ведь дело времени, согласен. На доблестную полицию надежды нет. Заводилась данная видеокамера. Все знают, как дела закрыли. Ставите по контуру, ставите сигнализацию. Или садите туда человека. Или ставите туда кнопку охраны, которая выставляется на ДСТУ. И пусть туда милиция ездит. Пару раз поймает, на этом все закончится. Если это не подходит, эзотерически не защититесь от воров. Это значит, у них задача. Значит, где-то находится какая-то наркотическая, может быть, точка или алкогольная. Они мимо ходят и вот видят, там никого нет и так далее. Что нужно делать? Если нужно эзотерическое, есть такой символ, есть на сайте duiko.guru. Он называется Тарантул. Вот его нужно найти, я там объясняю, где его необходимо расположить. Он сразу не сработает, но так за несколько месяцев поможет. Я в захвате вашей работы, что вы делаете людям. Хотел бы вас запитать, чи будут у меня еще изменения в особистом жизни? Багато роки одна. В ближайшее время Мария... Нет? Ну, года через два... Десь будет. Гарни. Вам надо, пендесчук Мария, больше, быть больше позитивной такой человек, коммуникабельной. А так вы всего боитесь и не коммуницируете. Знаете, вы как-то все боитесь. Чуть-чуть, чуть-чуть надо чуть-чуть быть более коммуникабельным человеком. Светлана Ткаченко. Скажите, получится ли у меня зарабатывать в своем интернет-магазине? Получится. Мария Чакина-Клю. Существует ли вероятность, что в скором времени будет открыт новый источник топлива, энергии, например, для путешествовать с планеты на планету? Нет, в ближайшее время этого не произойдет. Владимир Будкевич. Спасибо огромное за ваш труд и поддержку. Расстался все же с кармической девушкой. Могли бы посмотреть встречу субоносную девушку или получится построить настоящую семью. Конечно, у вас там в Белоруссии, где вы находитесь, миллион прекрасных женщин, и они все красивые. Как такое может быть? Приезжаешь в Белоруссию, каждая красивая вообще. Есть две страны. Это, наверное, Норвегия и Белоруссия. Когда приезжаешь в Белоруссию, всегда в шоке от большого количества красивых женщин. Ну, конечно, Украина на первом месте, но все равно. Там такие красивые, прямо почему так. Елена Волошина. Как избавиться от папилломы? Затерический метод. Есть. Берете две картошки, трете одной картошкой, трете другой. Вот так картошку-картошку бросаете в землю и говорите, когда сгниет, пусть папиллома уйдет. И вокруг папилломы завязываете красную нитку на узелок. Много-много узелков точно так же бросаете в землю, говорите, когда сгниет, тогда папиллома отпадет. Берете изюм синий, откусываете, трете папиллому тоже крест-накрест, и папиллома тоже отпадет. Тите Хевчук. За все ваши труды, что делаете для людей мира солнца, подсоветуйте. Какой камень в кольце для меня подойдет? Так как хочется себя порадовать. Хотя, какой камень для нее подойдет? Зеленый подойдет. Любого материала зеленого цвета вам подойдет. Спасибо за все, что вы делаете. Подскажите, стоит ли доверять молодому человеку? Просит начать все заново и переехать в Польшу. Сможем либо отстроить отношения, и для меня будет лучше разорвать все связи, в том числе и рабочие отношения. Большое спасибо за помощь. Мне не очень хочется отвечать на этот вопрос, но, по моему мнению, лучше вам не особо доверять. Вновь будет то же самое, что раньше. Галіна Посвистак-Чаплінская. Дякую вам за дописи. Как всегда, з'являются очень вчасно, с важными рекомендациями. Старший дочень 19 срочков. Навчается на платном отделе. Ей батьку не хочет ничего не помочь. Вже второй год третит сюда по алименту. Чому надо продолжить судить, когда она вырастет, он купит ей нерухомість. И будет она счастливой. А сейчас не чипайте, в него ничего геть не выходить. В жизни геть он таки запамороченный. Але буде далі все в нього гарно. Коли выйдет, коли одружиться, жінка буде гарна. А так він як? Тут таке щось. Ерма Асатурова. Здрасте, Андрей Андреевич. Очень хочется иметь внуков от сына. Когда же это счастье дойдет и до меня? Ну, два-три года. Три-четыре даже. Три года. Людмила Горошко, вы помогаете людям. Это и есть самый лучший поступок, который характеризует вас как человека, отдающего людям себя и свои знания. Ерма Асатурова. Брат с семьей остались в Запорожской области в Михайловке. Есть опасность, нужно выезжать. Ваши родственники все останутся живы, опасности не вижу. Уже как неделю со мной происходят непонятные вещи. До днях легла отдохнуть, днем оказалось некрепко. Услышав движение в коридоре, хотела поднять голову, открыть глаза, парализовали меня. Почувствовала чьи-то руки, на мои пытались голову повернуть. Так же не получилось. Спасло только крест, языком и мольба. Затем отпустила, после почувствовала большие, пыталась повернуть на протяжении уже нескольких дней. Слышу ночью, как по квартире ходит, переехала в июле квартиру, съемная опасность, не почувствовала, боюсь за детей. Таши, сын ночью проснулся и говорит, что видел седую бабушку в оглу, боится спать там. Но мы думали, что это последствия ужастиков, которые он смотрит, а не от нас. Но я чувствовал мужские руки. В срочном виде нужно обратиться к психиатру. В срочном виде. Вы описываете типичные заболевания, которые развиваются внезапно. И они очень легко лечатся. Двумя препаратами прям вот простыми. Сираквилициклодол или там. Это прям не надо ни стационара, никакого ничего. Просматривая вас, никакого ни подселения, ни духи вообще. Это у вас была настоящая паническая атака. Скорее всего, может быть, с каталепсией какой-нибудь. Или там... Одним словом, психиатрическая. Ирина Козынчук. Мой внук говорит, что у него теплотелевизор в голове и показывает мысли и события людей. Два дня назад смотрю на Луну огромного размера он Охио сказал, что планеты выстраиваются в один ряд. Вопрос, мальчику нужна помощь со здоровьем? Или защита? Или все хорошо? Пьет черничный кальций? Не нужна защита. Просто не развивайте. У детей это нормально. Это творческая такая идея. И они могут фантазировать. Ничего с этим делать не нужно. Это не шизофрение, не психическое заболевание. Не бойтесь. Просто он видит, что вам нравится, он начинает придумывать. Я когда был маленький, тоже придумывал, вечно фантазировал, рассказывал, что я с червяками разговариваю и так далее. Этого не было. Большое спасибо, что даете возможность задать вопрос. Я выехала весной с 12-летней дочкой в Германию с дождевыми червяками и с рыбками. Я выехала весной с 12-летней дочкой в Германию в надежде выйти из долгов изменить свою жизнь к лучшему. Возможно, и в личной жизни. Но с дочкой большие проблемы стало агрессивно, требует вернуться в Украину. Не хочет учиться все время, сидит за телефоном. Когда хочу забрать телефон, хочу спокойно поговорить истерикой. Посоветуйте, как мне исправить ситуацию, как правильно поступить. Не вижу выхода. Вам, скорее всего, придется в дальнейшем возвращаться к себе в Украину. Она действительно не сможет адаптироваться, жить в Украине. Не сможет. Или переводить ее в другую школу. Вообще без шансов. Разовьется психическое заболевание. И следующий год будет хуже, чем этот. Поэтому спасайте ребенка. Собирайтесь, сидите. Где вы там? В Луцк. Валентина Губаюк. Доброго дня. Быви с экземой на руках и ногах. Перепробовала кучу мазей, таблеток. Стало еще хуже. Сахара в крови не обнаружили. Если будет свет, обязательно буду вас слушать. Берите мою мазь, она называется изотоновая, и мажьте вот эти вот все свои вещи. Возьмите сало свиное, добавьте туда нашатырный спирт и добавьте туда серу. Вот такой серный с нашатырным спиртом мазью периодически мажьте. Берите и делайте отдельно, варите 2 часа куриный желток, варите 2 часа куриные яйца, потом желток натираете, потом его обжариваете на сковороде сухой, добавляете на 10 яиц или этих желтков, добавляете 1 стакан оливкового масла, вот потом отжимаете это все и вот этим маслом натираете места экземы. В соде соду опускайте. Каждый день принимайте на протяжении дня чайная ложка соды 2 раза в день. Никакого алкоголя не принимайте. Татьяна Иванова, слышится ли у меня жизнь с итальянцем, живет на Кубе, зовет к себе если поедете сложится, жить не захочете с вами. Нелли Савчук, волнуй за сына 32 года, еще нет семьи и женщине, можете помочь эзотерически. Пусть женится, ахахаха, до 42 женится, аж через 10 лет. А так будет встречаться еще, ничего страшного. Хана Мираханови, раньше до 38. Помогите примерить моего мужа и мужа дочери, благодарю. Неправильный перевод. Помогите, пожалуйста, примирить. А, примирить, а не примирить. Конечно, я его примерю. Что же он, пиджак, что ли? Примирить моего мужа и мужа и мужа дочери, а вашего мужа и мужа дочери. Благодарю. Но вы, да, я не очень. Представляете, мужа и мужа дочери, представляете, будто у вашего мужа кровь вытекает и соединяется с кровью из мозга и соединяется с кровью вашего мужа дочери. А у мужа дочери из ног точно так же. И на вдохе, и на выдохе вот так вот крутите. Также читайте мантру из второй ступени. Не знаете, проходите. Также проводите из второй ступени объединение их тоналями, делайте между ними прогревание слоев, схлопывайте их меры. Вы, наверное, не знаете. Нет? Ну что ж, придется проходить вторую ступень. Мадина Шуаева. Шу Аева. Большое за то, что вы есть. Скажите, пожалуйста, как можно защитить себя от негативного влияния на работе. Возьмите духовное имя, получите его или сделайте для себя и пользуйтесь. Если человек живет под принципом своего духовного имени, как я рассказываю на первой ступени, то влиять на него эзотерически никто и никогда не сможет. Там завтра, пользуясь случаем, я хочу провести промоушнс. Итак, завтра я проведу Сангая. Это Сангая, это специальные занятия, где я буду о чем-то говорить. Итак, что будет завтра? Я расскажу о Лакшмистотре, чтобы человек был везучим, он должен медитировать на то, что он становится и дальше, чем он становится. Для того, чтобы исполнилось желание, дам метод. Как построить полотно, помогу вам построить это все обряды, также помогу вас, достану из глубины, поставлю там желание вам, произнесу там, в общем, получается, шесть обрядов, после чего я буду проводить или рассказывать, как в себя внедрять цифровые коды денег и благополучия. Это коды благополучия, что представить, какие циферки в кошельке или в сейфе или в кассе, чтобы продавалось хорошо и деньги добавлялись. Что и где представить, какие циферки, чтобы привлечь деньги, какой символ представить с циферками, чтобы появились там фортуна, чтобы везучим стали, дисциплинированным, чтобы найти престижную работу, реализоваться, уехать за границу, чтобы бизнес получался в чужой стране, чтобы появились силы что-то делать, чтобы появился бизнес-успех и прогресс, чтобы бизнес получался на стенах, чтобы представить, чтобы подписать любой договор, циферки, чтобы избавиться от любого долга, чтобы стать блогером, актером, артистом, перестать комплексовать, чтобы хотели давать вам деньги на получение долга, решение трудности, нехватка денег, чтобы появилась недвижимость, своя квартира, чтобы в сейфе и кассе и магазине были деньги всегда для успеха в бизнесе, загадать желание так и поставить циферки, чтобы оно исполнилось, как убрать помехи, которые мешают заниматься предпринимательское деятельство, увеличить доход, стать могущественным, богатым, повысить потенциал энергии, успеха и здоровья и везения, для достижения успеха и славы, а еще есть мантры, как увеличить оборот и прибыль, если у вас там все затухает и не очень получается, как сделать так, чтобы офис люди ходили, как сделать так, чтобы загадать желание в пространстве, поставить циферки, чтобы исполнилось, дам коды для везения успеха, для получения благ и благословений, лакшми, там успешность и состоятельность, чтобы в семье деньги водились для получения успеха в жизни и в семье, для удачи в жизни, для увеличения продаж бизнеса, это будут цифровые коды и завтра мы их все вместе, прямо в себя внедрим, то есть будем представлять и это буду раскручивать вас и так далее, потом я дам вам специальные такие заклинания, это заклинания, которые не читаются на вдохе и выдохе, а которые читаются как мантра, то есть это тайные заклинания, которые работают гораздо мощнее обычных мантр и эффективность их мега высокая, допустим, лакшми для изобилия, так человек будет читать это занимает, допустим, 4 секунды, если 4 секунды, да умножить на 108 раз, получится 400 секунд, а если 400 секунд, то это получается, ну, добрых там 10 минут, ну, допустим, ну, не 10, а там 7, 6 и 8, и, а в случае, если читать вот так, те, а так, пидя, битю, те, а так, пидя, битю, те, а так, пидя, битю, то на 1 секунду 3 раза, это вот 108 раз можно прочитать на протяжении там гораздо быстрого времени, при этом еще и представлять там себя золотой телакой во лбу, в одеждах индийских, обильно украшенных золотыми цветами, драгоценными камнями, то есть с ментальной программой, вот таких ментальных программ, с вот такими заклинаниями, за 2 дня я вам дам 45. Кубера выиграть, победить, Кубера стать мегавезучим человеком, чтобы было больше магазинов клиента, чтобы больше продавать, читайте перед засыпанием, станете очень известным, влиятельным человеком, читайте перед сном, каждый день будет для вас приносить следующий день больше предыдущего, для успеха и в торговле, в успехах, в делах, в бизнесе, найти новый доход, клад, скрытое богатство, выиграть лотерею, чтобы у вас появилось собственное жилье для увеличения статуса, денежного подъема финансов, если читать перед сном, следующий день будет выигрыш внезапные деньги, чтобы всегда деньги водились, обезопасить семью и свои доходы, чтобы меньше не зарабатывать, на получение внезапных, неожиданных денег, жизнь, заклинание, которое даст удачу, быстро найти работу, свое предназначение, заклинание богатства, махакали, заклинание, джоу в малине, исполнить все материальные желания, ягшини, заклинание, стать богатым, ягшини мантра для богатства, заклинание из ригведы для развития бизнеса, устраняет печать и неудачи, налаживает новый доход, лакшми мантра, преодолеть, заклинание для богатства, чтобы всегда, чтобы всегда для вашей жизни, деньги, доход и одежда, шива мантра для постоянной афарта, лакшми для успеха, защиты и богатства, махешвари правати для богатства, шабри лакшми для богатства, шабри сильный от всех долгов, карму очистит, шабри для получения большого количества денег, настроиться на частоту, дам частоту процветания, везения, настроиться на частоту богатства и процветания, препятствия улучшения финансов, ринмукти удалить проблемы, сделать человека богатым, дататре удалить долги, неприятности из жизни практикующих, надшатра открыть поток денег в дом, маха лакшми прилечь, Капитал в вашу жизнь, сильная лакшми, свобода денег, чтобы не нуждаться никогда, всегда иметь в своей жизни деньги и возможности от любых финансовых проблем. Гаэтри Кубера обрести богатство и почет, чтобы приобрести богатство и почет еще и лакшми и гаэтри. Латас Падма обрести процветание богатства и лакшми для изобилия. Обычные, если вы хотите знать, как это выглядит, вот допустим, заклинание может быть вот таким. Допустим, называется Шива-мантра для постоянного фарта. Звучит так. То есть, вот вы можете сейчас попробовать найти такую мантру. Шива-мантра. Но я вам сразу хочу сказать, что как бы вы ни старались, вы этого в интернете не найдете. Почему? Я не даю в интернете бесплатно свои методики. Скажите, эзотерические, как влияет на человека обрезать трубы во время родов? Хорошо. Не нужно этого бояться. Это нормально. Никак не эзотерические, не патологические, не как-либо еще на человека не влияет. Все в порядке. Можете этого не бояться. Это совершенно безопасно. Подскажите, пожалуйста, что... Моя ученица, подскажите, много лет назад мы проживали в Украине, в частном доме, большая семья. Но все боялись находиться в доме, постоянно чувство присутствия невидимого. Кто-то следует, сзади наблюдает. Может быть. Никто никому не говорил о страхе, после каким-то перебежками перебегали с комнаты в комнату с волнением и боясь. Часто слышны шаги, стуки и окна. Я и мои сестры неоднократно видели нечистого в виде черта, стучащийся в окно, сразу исчезал со смехом. Мой отец резко заболел онкологией. С тех пор очень часто мне, моим сестрам и дочерям снятся один и тот же сон в одинаковых подробностях. Наш дом и внутри и так далее. Вот это все называется проклятие, которое было наложено на семью через дом. Вот это все необходимо выкупать. То есть заказать у меня выкуп, я проведу обряд выкупа и выкуплю вас. Есть такое СНГ, называется 69 или 66. А также есть семинар, который называется защита от зла. Вот это нужно пройти. Там есть, где защита от зла. Есть от шайтана. Это там шайтан начинает влиять или черт начинает влиять, черт приходит и так далее. То есть вот таким образом с этим работают. Это специальные есть коды. Я даю на четвертой ступени. Мой сын расстался с первой женой. Есть дочка. Перенес серьезную. Мой сын расстался с первой женой. Есть дочечка. Перенес серьезную операцию. А, это вы по два раза. Планирует общий дом разделить по-честному и купить им квартиру и себе что-то останется. Бывшая супруга не хочет. Как помочь мне сыну? Вам не нужно помогать. Пусть ваш сын решает сам. Это, к сожалению, не ваше дело. Поверьте мне, в любом случае он сделает, как он хочет. Ему жена не помеха. Подскажите, мне уже за 40, а семьи все нет. Спрашивает Павел. Будет ли у меня семья? Будет, да. Вы будете жить и будете очень счастливы. 40. О чем вы говорите? Пока 40. А сколько будет впереди еще? Знаете, да таких мужчин, как вы еще, поискать нужно. Вы просто стесняетесь. Это хорошо. Как найдет вас какая-нибудь? И... Скажите, устраиваясь на работу, не получается работать долго. Опять все повторяется. А в чем причина, не могу понять. Я знаю. Они не видят вас, человека компетентного. Поэтому это им и не нравится. Внешне вы выглядите, как человек компетентный. А потом начинаете работать, и все понимают, что вы некомпетентный. Поэтому вам нужно не над работой трудиться, а над компетентностью своей. Спасибо большое за то, что вы есть. Хочу спросить, как помочь сыну найти девушку. Есть семинар, называется «Обретение партнера» или «Выйти замуж». Вторая часть, по-моему. Вот там я рассказываю, каким образом это сделать. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Молодец. Браво. Мой сын 36 лет, разведен 12 лет и по сей день любит бывшую жену. Одинок все это время. Скажите, Лея, будут... Да, будут девушки. И будет жизнь прекрасная. И девушка такая будет невысокого роста. И будет такая светленькая. И даже, может быть, с фармацией чем-то связана. И будет нравиться. Потом еще и высокенькая будет мастераль. Вообще все нормально. Не переживайте. Все хорошо. Хороший сын у вас. Все в порядке. Будет все нормально. Не переживайте. Все будет хорошо. Болеет сын. Я читаю коды с первой ступени. Принимает препарат. Как сделать так, чтобы дети... Как сделать так, чтобы дети повыходили замуж? Если вы мама. Представьте, будто вы видите своего ребенка. И представьте, будто он плачет. А вы слышите эти слезы прямо. И представляете, будто вы их прямо видите в пространстве. Эти слезы. Зажгите перед собой свечу. Представляете, как ваш ребенок плачет. В пространстве появляются вот эти звуки, как он плачет. А вы их хватаете и на свече сжигаете. Будете вот так делать. Заканчиваете это все. Представляете, там, где его пупок. Вместо пупка золотой бублик. Вот так будете делать месяц. Через месяц женится и замуж выйдет. Опять-таки, это не 100%. Объясню, почему. У многих не хватает сил. Каких сил? Так человек начинает. Плачет. Какая завтра будет? А какие же там новости? А, я шоссыни. И так, как плачет? Как представить? А если я не представляю? Так, о чем? Знаете, здесь надо более концентрировано, как-то с чувствами делать. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как узнавать правильно знаки вселенной? Зачем их узнавать? Знаки семьи нужно узнавать. Встали, хотите что-то сделать, деньги занять, Оля. У всех плохое настроение. Вот уже не занимайтесь. Почему вы думаете, что вселенная хочет вообще с кем-то общаться? Мир так устроен, что человек интересен только себе. На самом деле, он больше никому вообще не интересен. Большое спасибо за знания, которыми делитесь. Никогда не задавала вопросов. Ну вот, решилась. Попрошу вас, скажите, пожалуйста. Мой старший сын переехал с семьей жить в Канаду. Им очень тяжело. У них получится прижиться. Старший семья живет в Одессе, им ничего не угрожает. Нет, будут все живы. Все будет хорошо. Людмила Григорова, моя дочь Аленушка. Ага, 19 часов. Моя жена машет, пора заканчивать. Моя дочь Аленушка чувствует себя одиноко. А я, как мама, очень хочу дождаться внучат. Что не так у нее по жизни? В следующий раз добавляйте фотку. Будет еще, Алены, дети. Алексей Александрович, скажите, затронет ли гражданская война в РФ в Московскую область? Гражданской войны в РФ не будет. Поэтому не нужно бояться. Не будет. Будет новая власть. И будет, к сожалению, занавес. И это будет не очень хорошо. Но тоже не очень долго будет длиться. Скажите, можно ли сделать... Вообще ничего не бойтесь. Скоро и война закончится, и там все будет нормально. Не будет ничего такого. Конечно, часть республик подсоединяются. Знаете, ну, как раз в Московской области, Москва, все будет хорошо. Что можно делать с наручными часами? Выкинуть или как? Почему? Продайте их, если вы не носите. Отдайте кому-нибудь. Чего вы боитесь их? Тоже волнует наше село Подовое, Новотроицкий район Херсонской области. Родные отказываются ехать куда-либо. Нет финансово. Другие причины. Как помочь Людмиловой Нагии? Зайчик мой, каким же образом помогать, если они не хотят? Ну вот как помочь, если они сами не хотят? Отказываются ехать куда-либо. Ну, значит, не надо никуда ехать. Теперь как? Защиту им ставьте ритуально. Нарисуйте символы безопасности. Я же давал вот эти цифровые коды. Пусть везде развесят, чтобы к ним там ничего не прилетело, никого не убило. Меня повысили по должности два раза за полгода и очень. Первую ждала долго, вторую могла только мечтать. Скажите, у меня получится даже лучше, чем было у кого-либо. Вика Полторакова и за поддержку в тяжелое время. Спасибо, Вика. Алексей Тарасенко. Ваша эзотерика очень эффективна и низкий поклон. Спасибо. Наталья Шевченко очень больно. В отношениях к сынам трещина, холод. Чему это привело? Как вернуть тепло? Плачу, не понимаю. Может, влияние извне? Нет влияния извне. Вообще, обычно это происходит так. Для ребенка любить свою мать или отца – это почетная обязанность, которую он должен свято охранять и свято всегда об этом. В случае, если что-то не так, то это не с вами что-то не так, а с ним, в свою очередь, что-то не так. Придет ли ребенок к своим родителям? Верьте, рано или поздно обязательно все становится на свои места. Вымаливайте, делайте его так ручками, как я сегодня обучал. И все будет. Вновь будете вместе. Скажите, какой день месяц будет благоприятным в следующем году для замужества? Хотим расписаться с моим мужчиной. 20 апреля, 21 апреля, в мае 5, 3 мая, 5 мая, 9 мая, дальше и в июне тоже 3, 9, дальше в июле, в июле 22, 25, 27. В августе первые числа от 1 до 9, в сентябре с 5, 11, 7, 19, 21, 23, 27. В августе первое, в сентябре много, в октябре с 12 по 17, а я напишу потом и выложу сюда прямо в дыку КВС РТЕ. И еще подуйте, пожалуйста, на удачу. В скорой день рождения. Скорая у меня день рождения. 16 ноября. Через 5 дней я вам по секрету скажу. А я знаю, что мне подарит моя жена. Эх, почему? А вот, могу просматривать. Говорит мне все время, ну ты хотя бы сделай вид, как будто для тебя это секрет. Да, конечно, вид я делаю, но я все равно знаю. На работе есть сотрудница, которая наговаривает на коллег и сплетничает начальству. С недавних пор это коснулось и меня. Занимаюсь медитацией с полузакрытыми глазами, обматываю ее ватой, как выучиваю. Не навредит? Я не навредит. Марина Павлюкова, связано ли как-то эзотерические отвращения к каким-либо продуктам? Я не могу с детства есть яйца, сыры вареные и жареные. Может быть это связано с непереносимостью яичного лизоцима, аллергией. Такое бывает очень часто. Валентина Падживан. Можно узнать, я найду свою настоящую половинку. А какой вы хотите найти, нижнюю или верхнюю? Смотрите, почему я говорю обычно нижнюю или верхнюю? Если разделить человека, я говорю как медицинский работник. Если его взять вот так и распилить, допустим, по пояс, то он жить будет. А если вот так напополам, вот так напополам, то жить не будет. Поэтому, когда человек говорит, я ищу свою половинку, то если вы верхняя, то найдете нижнюю, а нижняя с ногами, будет все время хотеть секса. Никогда не говорите в вашей жизни еще половинку. Никогда. А то выберите писюн с ногами, который никогда думать не будет, будет только кушать и какать. Не половинку, а любимого мужчину. В следующий раз так и пишите, когда я уже найду своего любимого мужчину. А то вечно ищите половинки. Для того, чтобы найти половинку, надо свою половинку потерять. Нужно половинку искать, если нет у вас куска вашего тела. Вот если бы отрезали вам там по живот все, то тогда бы нашли кого-то, кто работал бы для вас ногами. Что это с людьми такое вообще? Какую половинку? Может быть, такую половинку. Людмила Евгеньевна Янушкевич. Скоро найдете? Через пару лет. Я еду на новую работу. Правильный выбор сделала? Не очень будет вас вдохновлять. Людмила Евгеньевна Янушкевич Ющак. Какие мантры и коды можете посоветовать, чтобы пришла удачная операция на коленный сустав? Нам на вдохе, тха на выдохе. Тогда все пройдет идеально. Кот поможет моему хирургу. Послушайте, хирург и так знает, чем ему заниматься. Алена, берите у меня прибежище, если вы ученица школы. Очень признательно за знания. Если возможность, подскажите, как замкнуть на себе денежный канал. Да что ж, такое. Деньги приходят, моментально возникает ситуация, через которую вынуждены их отдавать. На завтрашние СНГЯ приходите. Будем замыкать ваши денежные каналы. И будем их замыкать, открывать, размыкать, запускать, пробивать. И так далее, и тому подобное. Денис Ильич, подскажите, закончил курсы массажиста? Получится у меня после Нового года дело начальное. В каком цвете платье хорошо выходить замуж второй раз в белом? Выходите и второй раз в белом. Вообще, выходите всегда только в белых платьях. Не меняйте цвет платьев. В белом всем врагам назло. Нравится, не нравится. Невестой будьте вообще. Женщина, она мечтает с самого детства одеть на себя белое платье. Если первый раз не получилось удачно в белом, тогда белое было, не слишком белое. Оденьте такое белое, чтобы у всех от зависти скулы посводило вообще. Алым губы, платье белое, красивое. И танцуйте, и смейтесь громче всех. Всем врагам назло. Саламу алейкум. Мне в ресторане много клиентов надо, благодарю. Перед тем, как открывать будете свой магазин, произнесите 7 раз перед открытием магазина слова. Рахам ди рахима саля... Рахам ди рахим. Произносите. Ля филя дауз рахам ди рахима саляму алейкум. Делайте это 7 раз. И после этого только открывайте замок. И делайте так ежедневно. Всегда будет куча клиентов. Все, я уже заканчиваю. Пришел мой жена и говорит, пора заканчивать и выключаться за тебя. Так вот. Моя мама и сестры прилетели ко мне с Украины в США. Оставаться ли им здесь, сложится ли у них? Да, оставаться. Хорошо было бы им оставаться у вас. Хорошо бы судьба сложилась. Мама не захочет, а вот сестра у нее хорошо будет. Все, моя жена хочет все выключать. Андрей Андреевич. Подскажите, что означает сон, когда ремонтируешь дверной замок. Приснилось одновременно и мне и мужу долг нужно вернуть. Долг. Когда снится, будто ремонтируешь замок дверной, это долги. Вообще, когда-нибудь обязательно выпущу семинар, который будет связан с нами, да? Я их так легко трактую, эти сны постоянно. Соня постоянно что-то ей приснится. Она приходит и ей все время объясняют. Да, Соня? Тетяна Весна. Скажите, пожалуйста, какой есть эзотический метод быстро научиться рисовать? Для того, чтобы быстро научиться рисовать, нужно быстро слово вычеркнуть из своей жизни. Прямо вообще. И что нужно делать? Самый простой метод это как можно больше смотреть информации, как кто-то рисует. Открываете видео и все, начинайте взахлеб читать, изучать, смотреть как можно быстрее о том, как кто-то рисует, о том, как кто-то кого-то обучает. А еще нужно разбираться в живописи, разбираться в цветах. Это не нарабатывается. Это, знаете, у меня сейчас сказали, как мне быстро научиться играть на пианино. Но быстро никак. Потому что быстро это значит плохо. Можно научиться играть одну песню. Я когда-то, я умею, кстати, рисовать и занимаюсь живописью. И когда-то вот кто-то из близких мне говорит, ой, слушай, так хорошо у тебя получилось, и я тоже хочу. Я говорю, ну а ты знаешь, как это делать? Человек говорит, а что там знать? Вот там оп-оп. И после этого оп-оп не происходит. Почему? Нужно, чтобы кто-то научил. Ну можно ли научить человека? Ну можно научить рисовать шар с тенями, наверное. Но уже рисовать то, что... Или создавать что-то, что будет тебя вдохновлять, что будет у тебя на уме. Это уже, ну это дело такое, наверное, не быстрое точно. Быстро нет. Слово быстро неправильно. Смотрите, вас сейчас смотрит 1195 человек. А лайки поставило только 446. А ну-ка срочно поставьте лайки. А ну-ка срочно поставьте лайки. Прямо сейчас поставьте лайки. Еще раз приглашаю вас на завтрашнее СНГ-Я. Которое пройдет завтра и послезавтра этот двухдневный семинар. Приглашаю вас посетить мое СНГ-Я. И вместе со мной открыть денежные дороги. Закрыть дороги, которые забирают деньги со всеми у вас. Сделай так, чтобы били много денег. Сделай так, чтобы хорошо жили. Сделай так, чтобы все мысли сходились только в то, чтобы деньги привлекались. Здрасте. Чем лечится полипы в желчном моей сестре или операция? В случае вашей сестры уже идет деструктивное изменение печени. И скорее всего придется рано или поздно оперировать. Комменты обучения в школе 7 ступеней. Доход увеличился в 4 раза. Умничка. В последнее время очень интересуюсь психотерапией. Подскажите, пожалуйста, стоит ли мне углубляться в сферу психотерапии и психологии или концентрироваться на существующем бизнесе. Смотрите, Катя, вы попались на удочку. И вас, скорее всего, втягивают в систему, где вы будете подавлены этой системой. Поэтому психотерапией можете заниматься, но не у тех людей, у которых вы сейчас занимаетесь. И скажите, будь ласка, что робить колыб и все мутилуз является папиллом. Снижать кислотность ЖКТ, высокая кислотность, и снижать глюкозу. Потому что высокая кислотность и высокая глюкоза обычно приводят к тому, что появляется папиллом. Здравствуйте, мой бывший муж не дает мне. Ведется с детьми, а видится, наверное. А я вышел замуж второй раз. У нас маленький ребенок, тех детей трое. Я их не вижу. Как разрешить эту ситуацию? Ваша ситуация решится через два с половиной года. Можно я вам не буду говорить, каким образом, но хочу вам сказать, что для вас безопасным. Я желаю вам успехов, счастья, радости, любви. До свидания.